Всем привет, с вами Саня. Сейчас я буду делать обзор на уникальную еду, которую вы никогда не видели. Многие из вас её не видели. Смотрите на меня. Не знаю, видно или нет. Я не знаю, видно или нет. Капец. Вот в чём проблема. Я не знаю, видно или нет. Оставься же ты ровно. Вроде должно быть видно. Или нет. Короче, смотрите. Не знаю, видно ли у меня, нет, не видно. Суперский обзор на офигенную еду. Сейчас на всякий случай ещё раз руки помою. А, я вообще-то мыл руки. Не надо. Короче, смотрите. Нет, я лучше... Знаешь, где я сделаю обзор? Здесь. Подложим вот так. Смотри, короче. Вот это перец. Фаршированный. Вот этот перец. Фаршированный. Чесноком. Чесноком с сыром специальным. Это моя мама сделала. И этим майонезом. Это просто потрясное. Это нечто потрясающее. Мне неудобно так стоять. Это нужно есть с кофе. С кофе. Ну, я так делаю лично. И с хлебом. Ну, хлеба нет. Ну, хлеб там... Я хрен найду какой. Хлеб чёрствый. А, нет, вот. Вот хлеб. Короче, это берётся вилкой, по идее. Сама вот эта начинка божественная, вкусная. Всё-таки её нужно добавлять не... Ну, единственное, что мы нашли, это лучшее, что это перец, но... Сладкий перец, но... Всё-таки есть что-то другое, во что можно её добавлять, и будет ещё вкуснее. Ммм. Ах, божественно. Ммм. Божественно вкусно. Снимаю на качественную камеру, короче. Смотри, не будет лайков, вообще не буду снимать. Короче, смотри, здесь перец, просто обычный магазинный. И внутри натертый сыр с чесноком, и... Ну, я тупой, я просто забываю слова, короче. Этим майонезом этим. Просто я не люблю слово майонез. Короче, это просто божественно. А сам перец, он такой пресный, знаешь. Вот интересно, если перец вымочить в солёной воде, может он... Может, вкусно будет ещё вкуснее. Сам перец, он, знаешь... Вот эта вот начинка такая острая... Не, не острая, а такая, ну, как бы солёная, а сам перец, он такой пресный просто, безвкусный. Ну, знаешь, вот эти китайские фигня продаётся. Резиновая. Вот интересно, если сделать его... Замочить как-нибудь его... Чтоб он тоже был вкусный сам по себе. Ммм... Ммм... Я буду переставлять, потому что я не знаю, записывать или нет. Пять минут всего лишь. Ну, нормально. Постараюсь быстрее обзор сделать, чтобы не тянуть вас. Короче, здесь кофе. Растворимая московка. Смотри, смотри... Смотри, look at this... Look at this... Ммм... Боже, как это вкусно! Только перец, он не вкусный. Ну, как бы... Можно что-нибудь придумать. Я подумаю. Я думаю... Или в комментариях посоветуйте там... Покашеварим! Я... Точнее, кофе покашеварим! Блин. Я Толяный. Я вернулся с Сирии и воевал там, блин. Точнее, я не вернулся с Сирии, а во сне воевал в Сирии. Во сне. Я вернулся на YouTube, потому что обзор на еду, смотри, какая, какая офигенная. Я буржуй, буржуй доля. Я весь день не ел. Кофе надо быстрее выпивать, а то холодным станет. Хотя у меня, на самом деле, нет аппетита, я просто ем, ну, чувствую вкус, но... Эх, без девушки это хреново вообще. Жизнь, ты как мертвый существуешь. Так я уже три года. Но в последнее время у меня происходят хорошие изменения, потому что за пределами России есть надежда, что они действительно меняли, ну, надежда, короче, есть. Значит, я не должен говорить об этом во время обзора, я должен говорить только о еде. И вот хлеб, прорезинский, ну, не прорезинский, а хрен знает какой, темный хлеб. Заедай вишнице. Горщина буржуй. Мне надо раскулачить. Весник дую, сними про меня обзор, какой я буржуй. Как я показываю ютуб. Вот это. Ну, вот эти. Ну, вот эти. Не охота даже кофе перебивать вот этот вкус. Вот смотри. Это или лук. А, это, по-моему, она добавила эту, черемшу. Сейчас я просто черемшу принес от отца. Наверное, черемшу добавила вместо чеснока. Ну, тоже нормальный. Незаметно даже разница. Ой, блин, как одиноко. Ой, нет, не одиноко. А, хотя одиноко я же, Толян. Ну, я реально, ну, я не Толян, но мне реально одиноко, блин. Даже, наверное, больше, не, не буду говорить, больше или меньше. Нашел чем, чем, что сравнивать, блин. Капец. Хотя Толина, можно понять, а в Москве там жестко. Бедные китайцы, бедные москвичи, бедные, блин, американцы. Вот такое общество в этом плане. Хотя по сравнению с Россией оно гораздо, там, не будем об этом. Крестик одел, хотя я не чувствую депрессии. Нормально все. Я не чувствую суицидальной наклонности. Вот, кстати, у меня здесь заживают эти многочисленные селф-хармы. Они нападают, там, чешутся. Посмотрим, сколько шрамов останется. Может, не останется. Ну, скорее всего, останется. Никого не переживаю. Не делай селф-харм, не надо. Если ты девушка, тем более. Не надо. Я парень, че мне? Я урод. Мне можно, че? А девушка-то, она красивая, она должна хранить свою красоту. Не надо, пожалуйста. Не повторяй за мной. Какие бы обстоятельства не были, там, приезд, отец спрыгнул. Крайне мере, с тобой мать твоя, мама твоя уехала. Знаешь, что может произойти? Может произойти такое, что, как и всегда происходило. Моего отца, бабушка, ну, теща давала жизнь. Так происходит здесь. И с нами может тоже самое произойти. Вот, в чем проблема. Надо, че-то подумать, как этого избежать. Хочи хлеб, просто обычный хлеб, такой, ни о чем, а вот это. Смотрите. Начинка офигенная. Это моя мама, она готовит так. Такую тему, иногда. Надо допивать. Потом совсем остынет. Да, много дичи я сегодня записал. Не воспринимайте это всерьез. Это мета-модерновый юмор. Ой, блин. Жаль, что тебя со мной нет. Ладно, не будем. Я уже объелся, не могу. У меня, мне достаточно немного съесть, я уже все... Сейчас прошу маму, оставить ее. Хотя, че тут оставлять, это уже как-то смешно. А-а-а, блин, у меня уже желудок даже болит от того, что я съел всего три перчика этих. Надо перерыв сделать. Перерыв. Вот он, красавчик. Кофе надо сейчас выбить. Что-то остынет. Можно у тебя интервью взять? Я просто у меня желудок разрывает уже, я чуть-чуть поел. Ну так, нормально. Два перца съел. У меня желудок разрывает уже. Я хочу интервью у тебя взять, я сделал обзор на твою супер еду. Саша, ну что тебе не нравится? Ты почему не ешь? Да у меня желудок разрывает уже от перцев просто. Не надо было перцы есть, надо было вот это поесть. Подожди, давай интервью у тебя возьму. Не надо мне никакого интервью. Как ты готовишь это? Расскажи. Каша, отстань. Расскажи. Что там надо рассказывать? Подписчикам. Берешь сыр, на терке трешь, добавляешь чеснок и зафаршируешь перец. Вот каша. Так ты не этот, не черемшу добавила? Причем здесь черемша добавила чеснок. А что ты черемшу не добавила? Саша, что ты здесь херню всякую страдаешь, ешь херню всякую, а потом говоришь, у тебя живот болит. Да у меня не болит животное, а наоборот нормальное. Разогревай вот. Это просто божественная еда. Саша, прекрати это есть, ешь нормальную еду. Вот это, от чего ты не стал есть. Я ем, это просто там не пережевываю. Что там не пережевываю? Не хочешь это есть? Ты можешь нормально. Вот самая главная панкеша. Что? Что это? Каша. Добавляю прямо сюда. Подожди, подожди. Через какое-то время мне все нужно. Я вот, у меня просто желудок разрывается. Я съел два перчика. Не надо было их есть. Вот что надо было есть. Тебе для чего ты поставила кашу с подливой? Я хотела интервью у тебя взять, с подливой. Добавлять или не добавлять? Добавляю, я съем. Позже мне нужно, чтобы... У меня маленький желудочек, как у кожи. Точнее у кошки. Чуть херней страдаешь, а? Чуть херней страдаю. Я рисую, я это... Хочешь посмотреть рисунок? Позвиси ешь по-нормальному. Хочешь посмотреть рисунок? Хочешь посмотреть рисунок? Саша. Зависи. Сейчас, подожди. Мне нужно, чтобы переварилось немножко. Что у тебя там должно перевариваться? Два перца. Отстань, Саша. Два перца будут сейчас переваривать. Что ты перьёй страдаешь? Блин. Ты портишь обзор. Ага. Что, блин? Давай я выпью... Не пей! ...быстрее переваривай. Шёл нахер отсюда. Ну, незим. Форд незим. Хватит, я тебе сказала таблетки пить. Вот ешь нормальную. Я вообще не пью таблетки. Вот и ешь нормальную пищу. Пришёл, раз двое суток поел, и потом говорит, у меня всё болит, у меня всё плохо, мне надо таблетки пить. Давай я хоть с тобой интервью возьму. Как поживаешь? Не хочешь интервью праздновать? Что этот самый твой друг знакомый оттуда за границу уже не пишет тебе? Не, я извиняюсь, пожалуйста, извини, Денис Уайт. Я что-то, я просто ему не отвечаю, потому что у меня сердце, я боюсь, у меня тревожность. Я таблетки перестал принимать, и у меня тревожность в сердце. Покупай таблетки себе, если ты не можешь из них жить. Да я могу без них жить, только если, только сердце будет. Пей кофе. Да кофе тут ни при чём, блин. Воду я пил два года, и ни хрена. Ты с ним почему не общаешься? Давай я поеду к врачу, к таблетке, и буду общаться. У меня... Ну, у меня 900 рублей, на этого не хватит, на приём к врачу. А тебе нужно тысячу на него? Ещё плюс на лекарства и на дорогу. Ты потом можешь, кажется, переведут деньги? Потом просто... Там только в Красноярске продаются лекарства. Да сейчас, подожди. Дай мне немножко отдохнуть. Хочет дорого, всё. Эти лекарства дорожают. Спасибо вам же, что перевели. Спасибо, Денис Вуайт. Прости, я просто страдаю ты ложным расстройством. Я... Я вообще боюсь переходить в чаты, по ссылке. Я... Замкнулся. Ты хороший человек. Я ценю то, что ты делаешь. То, что ты сделал для меня. Спасибо тебе, Денис Вуайт. Я песню даже про тебя сделал. И когда научусь играть на электрогитаре, сделаю про тебя песню офигенную. Ты талантливый. Всё, это уже не то пошло. Это не совсем простой обзор начался. Гидару могу обзор нагитарить. Но это уже не всем. Всё, грубая. Вторая часть будет.